Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать». И на этот раз мы с вами встречаемся в канун одного из главных христианских праздников – Дня Святой Троицы. И практически сразу после Вознесения Господня. Вы уже, наверное, поняли, что гость нашей сегодняшней программы – благочинный церкви Одинцовского округа Московской епархии – священник Игорь Ногайцев. Батюшка, здравствуйте! Добрый вечер! Спасибо за то, что нашли возможность прийти к нам сегодня в студию и пообщаться с телезрителями в прямом эфире. Напомню, что наша совместная с благочинением программа выходит в прямом эфире. Это значит, что вы можете позвонить нам по телефону 495-508-86-84 и задать отцу Игорю любой вопрос, связанный с верой. Используйте эту возможность. Она предоставляется всего раз в месяц. Ну, а мы начинаем. Батюшка, ну и первый вопрос, конечно, который хотелось бы вам задать – это вопрос, связанный именно вот с этими двумя праздниками – с Вознесением Господнем и с Троицей. Что они символизируют? Насколько они важны для православных христиан? Ну, по традиции, день Вознесения мы отмечаем на 40-й день после Пасхи. Этому предшествует праздник отдания Пасхи. Это самый длительный период празднования, который существует в течение всего годичного круга богослужений. И накануне мы последний раз в этом году совершаем пасхальные богослужения, приветствуем друг друга этим вечным пасхальным приветствием – Христос Воскресе. И уже на следующий день мы совершаем богослужение, посвященное празднику Вознесения Господня, когда Господь наш Иисус Христос вознесся от своих учеников в присутствии своих учеников на небо. И тем самым это символизирует то, что Господь возносит плоть человеческую на небеса. И тем самым он, можно сказать, побеждает ту пропасть, которая легла между человечеством и Богом после грехопадения. И, конечно же, праздник этот всегда очень светлый, цвет облачения всегда белый. И он наполнен радостью, несмотря на то, что, казалось бы, Господь возносится на небо. Но, тем не менее, мы и в богослужебных текстах, и в песнопении слышим о той радости, которую обрели ученики после Вознесения Христова. И вот на протяжении всего этого времени, после своего Воскресения и до Дня Вознесения, Господь общался с Своими учениками, Он их учил той премудрости, которую они смогут постичь лишь после того, как на них снизойдет Дух Святой. И вот именно этому событию будет посвящен праздник Пятидесятницы или праздник Святой Троицы, который мы все ожидаем и который будет отмечаться в ближайшее Воскресенье. Ну, вообще, верующим как провести надо те несколько дней, которые остались до празднования Святой Троицы? Ну, и, конечно, сам праздник. Что нужно сделать для того, чтобы очиститься, для того, чтобы просветлиться? Безусловно, помимо богослужебных особенностей этого праздника, есть и, скажем так, народные особенности проведения этого праздника. Я думаю, все замечали, что именно в этот день храмы украшаются молодыми березами, храмы украшают свежескошенной травой. Всегда этот праздник приносит особую радость детям, которые приходят в большом количестве всегда в этот храм со своими родителями. И, конечно же, многие перед этим днем, перед Днем Святой Троицы, посещают места захоронения своих родных и близких. Именно церковь рекомендует это делать не самый день праздника, а перед праздником. И даже есть специальный день, который называется Троицкая Родительская Суббота, который непосредственно перед праздником свершает также особое богослужение заупокойное. И люди после богослужения обычно посещают места захоронения своих родных и близких. И уже вечером, в субботний вечер, люди приходят в храм и посещают богослужение, которое уже наполнено другим смыслом, смыслом приближающегося праздника, смыслом того, что мы ожидаем снисхождения Святаго Духа, и просим об этом снисхождении, чтобы Дух Святой просветил и нас, подобно тому, как Он просветил апостола в День Пятидесятницы. Ну и следующее, ведь за Днем Троицы следует еще один большой праздник, так называемый День Святого Духа. Это продолжение, да? Это продолжение, да, и это День, посвященное Третьей ипостаси Святой Троицы, Духу Святому, когда особым образом совершается также богослужение. Оно начинает совершаться особенным чином уже воскресенье утром, когда после Божественной Литургии совершается вечерня с чином колено преклоненных молитв. Потому что от Дня Святой Троицы до Пятидесятницы мы не совершаем колено преклонения ни в храме, ни в домашних условиях. И вот в День Святой Троицы совершаются специальные колено преклоненные молитвы после Божественной Литургии. И уже люди могут совершать крестное знамение с земными поклонами. Уже будет в субботу вечером петься молитва Царю Небесной, которая также не поется до этого дня. Поэтому определенные особенности как богослужебной жизни, так и народной традиции существуют в этот день. Ну вообще вот я знаю, что многие люди стремятся именно в такие великие праздники, да, перед ними, скажем так, выдержать несколько дней поста, причаститься и исповедаться. Действительно ли это имеет смысл именно в большой праздник пройти вот эту вот процедуру, скажем так? Если у людей есть такое желание, то, пожалуйста, они могут это сделать. Но, безусловно, та Божественная Литургия, которая совершается каждый день, да, она никаким образом не меняется и в день праздника. И большому счету, если человек живет полноценной церковной жизнью, то для него не имеет значения, когда причаститься. Будет ли это простой день, скажем так, с рядовым каким-то праздником, либо это будет день особого праздника, такой как Рождество, Пасха или День Святой Троицы. Говорит, в настроении, может быть, соответствующее проще прийти накануне большого праздника? Возможно, да, может быть, и настрой. Но если это человек начинающий, то, наверное, для него это более естественно будет. Почему? Потому что храм красиво украшен, да, то есть эти внешние факторы, наверное, безусловно, тоже влияют на его разум, на его сердце. Бытие определяет, да, сознание. Поэтому если человек подготовится, то, конечно же, это будет очень хорошо. Я думаю, он получит какой-то, может быть, не только духовный заряд, да, но и его физические силы тоже будут восполнены. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. 508-86-84 номер нашего студийного телефона. Можно позвонить и задать свой вопрос благочинному. Ну, а у меня следующий вопрос. Естественно, не могу обойти вниманием. И большой майский праздник, так называемый Никола, Никола Летний, один из самых почитаемых, самых уважаемых и любимых святых на Руси. Много упоминается в молитвах множество святых, да, но тем не менее, вот именно «Святой Николай, мы так тебя любим, знай», да, поется. Почему? Вот в чем секрет? Казалось бы, да, это не совсем русский, скажем так, святой, да, все-таки это святой, который жил достаточно по временному отрезку от нас далеко. Это IV век. Святитель Николай даже был участником Первого Вселенского собора, и мы с вами знаем ту историю, когда он вступил в такой спор с Арием на Первом Вселенском соборе за то, что Ария не совсем правильно мыслил о причастности Иисуса Христа к божественной ипостасии человеческой. И у них вышел очень такой спор, и даже есть сведения, что святитель Николай дал пощечину Арию за то, что он произнес определенные какие-то богохульные слова. Но это все лишь нам известно по преданию, никак и никаким образом это не записано, но такое предание существует. И мы знаем из жития святителя Николая, что это был очень милосердный человек, что это был достаточно строгий человек, человек, который был способен на поступок, что тоже немаловажно и в наши дни. Может быть, именно это вызывает симпатии у русского человека, который тоже ценится это качество? У нас скоро еще будет один праздник, праздник апостолов Петра и Павла. И вы знаете, это два человека совершенно, можно сказать, противоположного характера. Если все-таки апостол Павел, это ученый муж, как бы мы сейчас назвали его, интеллигент до того времени, то апостол Петр – это обычный человек, который, наверное, подвержен какому-то, может быть, взрывному своему характеру. Именно он выхватывает нож при аресте спасителя в Гефсимании. Именно он ударяет раба архиерейского при попытке арестовать спасителя. Именно он, когда видит спасителя, после воскресения идущего по берегу, бросается в озеро и плывет. То есть имел такой достаточно взрывной характер, наверное. Наверное, где-то и святитель Николай, возможно, мы точно не знаем, наверное, он тоже имел, возможно, такой же характер. Почему-то русскому человеку именно такие святые намного ближе, которые проявляют... Нерафинированные, скажем так, да. Ну, если можно так выразить, то да. Ну и, конечно же, очень много есть свидетельств святителя Николая, как он помогает и путешествующим, и воинам, и в различных ситуациях, когда требует действительно помощь извне. И святитель Николай всегда отвлекается на наш призыв, и порой даже мы еще не успеваем окончить свой призыв к святителю, а уже помощь нам приходит. Как скоропомощник, как его называют. Ну и потом все-таки те слова, которые мы слышим в тропаре, в песнопении, посвященном этому святому, правила веры и образ кротости. Он действительно является для нас правилом веры и образцом кротости и милосердия. И хочется еще отметить, что этот святой почитаем не только православной церковью, но его почитают и даже другие конфессии. Настолько велика память об этом человеке, об этом святом, и настолько многочисленны его чудеса, которые он совершал. А вот что касается, или это тоже из разряда легенд, о том, что он мог бывать на территории современной России в свое время и вести здесь даже некую миссионерскую деятельность. Это как это? Я слышал такую версию, но не могу ее ни подтвердить, ни опровергнуть, к сожалению. Давайте будем верить, что это так и было. Да, но по большому счету, по вере его и воздастся. То есть, если мы будем верить, то... Теперь к событиям из жизни Одинцовского церковного округа. Со времени нашей последней встречи, предыдущей встречи, прошло почти два месяца. Если можно, в нескольких словах кратко о наиболее важных, на ваш взгляд, событиях, потому что мы с вами встречались еще до Святой Пасхи. Ну вот из последних событий, наверное, конечно же, это праздник Пасхи. Для нас был главным событием этой пасхальный крестный ход молодежный, в котором приняло участие более тысячи... Все ли ожидаемо было? ...ты ребят. Достаточно было ожидаемо. Слава Богу, что была хорошая погода, потому что волновались мы, что опять погода нас подведет немного. Но тем не менее была очень хорошая погода, и люди приходили целыми семьями. Много было и других различных мероприятий. Из последних это встреча с сотрудниками ГИБДД Одинцовская. Она как раз прошла на свидетеля Николая в Юрийском соборе. Они каждый год посещают храм именно в этот день. День Путника, по-моему, они его называют. Это тоже одна из категорий людей, которым батюшка Николай покровительствует. И помогает. Они очень почитают его. Мы совершаем по традиции молебен. Руководство Одинцовского ГИБДД. И сотрудники приходят для того, чтобы помолиться о том, чтобы тот труд, который они совершали, был бы действительно во благо людей. Прежде всего, что свидетель Николай, там, где невозможно уже участие человеческое, помогал своей помощью и своей благодатью. Совсем недавно у нас проходил конкурс чтецов Одинцовского благочения. Это когда с разных приходов съезжаются ребята для того, чтобы показать свое умение в чтении славянского текста. Но не только даже в чтении, а и в понимании, и в нахождении этого текста в богослужебных книгах. Потом лучшие из тех, кто был отобран на этом конкурсе, поехали на епархиальный конкурс чтецов. Там у нас тоже есть первое место в младшей группе. Также совсем недавно прошел епархиальный фестиваль хоров московской епархии. От Одинцовского благочения в нем приняли участие два хора. Это молодежный хор, где совсем маленькие ребята занимаются. Георгиевского собора и уже юношеский хор, также Георгиевского собора. Но ввиду того, что это был фестиваль, там не было какой-то состязательности. Как показательное выступление, скажем так. Как показательное выступление, но тем не менее все отметили достаточно хороший уровень в пении и детей, и уже юношек, которые поют в Георгиевском соборе. Это было очень приятно, потому что действительно эту традицию по большому счету заложил еще отец Нестор, когда первый дипархиальный конкурс проходил в городе Одинцово в Георгиевском соборе. И вот эта традиция московской епархии, она продолжается. И с каждым годом все больше и больше количества детей, которые участвуют в этом конкурсе. Но для того, чтобы, наверное, никого не обижать, он немножко формат изменил и стал фестивалем. Поэтому это та площадка, на которой встречаются молодые люди и даже дети. Они делятся своими достижениями на своем уровне, на уровне благочинений. И уже выступают таким единым хором на торжественных богослужениях. И такое торжественное богослужение, оно прошло 29 апреля в городе Ногинске, когда сводный детский хор Московской епархии пел за архиерейским богослужением, которое возглавило мидрополит Крутистик Колумбинский Ювеналий. Вот это было тоже большим событием. И наш хор тоже принимал активное участие в этом богослужении. Ну я знаю, что традиционно, скажем так, и День Победы, наш большой праздник, это тоже благочинение со своей стороны принимает участие. Потому что тем более накануне День Георгия Победоносца, насколько я знаю, отмечается. И так совпало, что наша победа совпала с Днем нашего святого победителя. Мы были очень рады, да, то, что в День памяти Георгия Победоносца в собор пришли ветераны, которые смогли присутствовать на богослужении. Потом смогли за чашкой чая рассказать о тех подвигах, которые они сами совершали во время сражений, и которые они видели, как совершают другие. То есть мы могли узнать историю от первого лица. Это очень было приятно, и на этом мероприятии тоже достаточно большое количество людей. Это были и дети, и уже и люди среднего возраста. И очень было приятно видеть, как эти люди делились своим и жизненным опытом, и какими-то историческими событиями, которые они рассказывали с молодежью. И, конечно же, 9 мая, День Победы, практически каждый приход Одинцовского благослужения принял участие в мероприятиях, которые проходили на местном уровне. Мероприятий было достаточно большое количество. Это были незаупокойные богослужения по всем тем, кто отдал свою жизнь, защищая наше Отечество. Это были богослужения, в которых мы благодарили Бога за ту победу, которая была дарована нашей стране в 1945 году. И просто встречались с ветеранами, проходили различные акции по помощи ветеранам и на дому. Их приглашали в гости, и к ним приходили домой. Очень большое количество было событий. И мне кажется, что, наверное, я на это надеюсь, что ни один ветеран Одинцовского района не остался без тепла и бессердичной заботы в эти дни. Батюшка, вот хотелось бы такой немножко спорный вопрос, может быть, задать. На некоторых ресурсах, ну, определенного, скажем так, содержания, приходилось слышать в адрес бессмертного полка, замечательной инициативы, это, скажем, некий упрек, что это чуть ли не язычество, да, вот идти с портретами давно умерших людей. Вот здесь насколько они неправы? Я думаю, что, скорее всего, это неправильная точка зрения, да? Ну, вот если можно, такой взгляд ваш. Вы знаете, на мой взгляд, та память, которую мы испытываем к людям, людям, которые или на полях сражения были убиты, или уже в течение своей жизни, да, умерли, она должна быть свята, ему должна свято чтить эту память. И то, что люди с каждым годом все больше и больше приходят на это мероприятие, которое называется бессмертный полк, он действительно бессмертный полк, потому что та память и тот подвиг, который они совершили, действительно, они будут оставаться в веках навсегда. И мне кажется, что это очень хорошая инициатива нашего президента, и слава богу, что она получила поддержку среди простых людей. Ну, всенародная поддержка, конечно. И мы видим сейчас, как 9 мая миллионы и миллионы людей по всей России и в странах ближнего и даже дальнего зарубежья участвуют в этой акции. Поэтому я думаю, что те люди, которые рассуждают об этом в средствах массовой информации, прикрываясь какими-то ложными никами или именами... И якобы благими, в принципе. И якобы благими целями, да. Они все-таки имеют своей целью, опять же, извините за такую автологию, может быть, подорвать какое-то общее основание нашего общества. И, конечно же, надо полагать, что они делают не по своей собственной инициативе, а, наверное, каким-то образом для них это поставленная цель, которую они выполняют. Ведь это же, в принципе, надконфессиональная инициатива, да? Она не имеет отношения конкретно к какой-то... Это абсолютно не имеет значения, кто защищал наше Отечество. Потому что подвиг любого человека, какой бы мировой религией он ни относил сам себя, он все равно бессмертный, он все равно свят. И об этом говорят все традиционные конфессии, которые активно принимают участие в этот день в различных мероприятиях. 28 мая свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники для нашего района. Этот праздник тоже очень знаковый, очень важный. И я знаю, что планировались, по крайней мере, вот какое-то время назад, накануне этого праздника, особые мероприятия, в которых должно было участвовать благочиние. Если можно, проанонсируйте, что это будет за мероприятие, как это будет выглядеть. Ну, основные торжества пройдут 28 мая. Как раз в Духовый день, кстати. В Духовый день. Но, скажем так, они откроются все-таки в День Святой Троицы в городе Голицыно. И у нас, действительно, и для города Одинцова, и для Голицыно это особый день. Почему? Потому что в этот день божественную литургию в Георгийском соборе совершит викарий Московской епархии епископ Серуховской Роман по благословению ладыки митрополита Ювеналия. И после того, как закончится божественная литургия, ладыка Роман направится в город Голицыно, где в часовне Ильи Мурманского будет совершен молебен, который и откроет торжества, посвященные 100-летию пограничной службы. После этого планируется, что будет совершено открытие камня в память о тех людях, которые отдали свои жизни, защищая рубежи нашего Отечества. И пройдет торжественное мероприятие, посвященное этому празднику. И, конечно же, владыка Роман совместно и с пограничным институтом, и с другими официальными лицами будет принимать активное участие в этом празднике, мы надеемся. И, конечно же, прежде всего он совершит молебен, который, повторюсь, откроет эти все торжества. — Вообще Голицыно для вас, я смотрю, вы часто очень бываете в Голицыно. И вообще, что можно сказать о пограничниках? Насколько они верующие люди? Много ли среди них верующих? Как они вообще относятся к вере? Ведь, в принципе, у них достаточно суровая, жесткая профессия. — У них суровая и жесткая профессия, но, тем не менее, вы знаете, я заметил, что это никоим образом не дает зачерстветь их сердцу. Они также открыты для диалога. Мы общаемся как с искурсантами института и с педагогами института. И всегда очень эти люди отзывчивые. И они интересуются всегда. Они всегда задают вопросы. Они всегда готовы к диалогу. Когда с ними встречаешься, слава богу, что не получается простого монолога. И им о чем-то рассказываешь, они просто сидят и молчат. Нет, они всегда заинтересованы, они всегда задают вопросы. И это всегда радует. — Душа работает. — Несмотря на то, что там достаточно действительно суровые, можно назвать, условия, потому что и достаточно серьезная физическая подготовка, и морально-волевая подготовка, но, тем не менее, они не оставляют свое сердце без духовных упражнений, скажем так. И я думаю, что это положительно сказывается на их духе. И это замечают даже те люди, которые являются воспитателями в группах тех мальчишек, которые там учатся. — Ну, вообще, я хочу сказать, их служба, она максимально, наверное, приближена к боевым условиям. А существует очень хорошая пословица, что на войне-то атеистов нет. Как раз это то самое место, где атеистов не бывает. Ну и хотелось бы затронуть такое событие, достаточно, не достаточно, а достаточно, скажем так, печальное, очень печальное. Это вооруженное нападение на храм Архангела Михаила, которое было совершено в Грозном. И вот опять же, возвращаясь к тому, о чем мы несколько минут назад с вами говорили, ставит ли это под вопрос вообще межконфессиональный мир в России? Ведь, в принципе, мы понимаем, что это было сделано для того, чтобы, может быть, развязать некий конфликт, некую конфликтную, очень конфликтную ситуацию создать. Здесь вот насколько зрелыми показывают себя разные конфессии, не повлечет ли это каких-то сложностей, на ваш взгляд? Ведь эти события, они могут в случае там негативного какого-то сценария волной пройтись по всей России. Вы знаете, вот здесь, наверное, стоит отметить, что не единожды говорил наш президент и другие лидеры разных даже стран, что у терроризма нет принадлежности к какой-либо конфессии. Это просто бандиты, которые захватывают людей, которые убивают людей. Возможно, кто-то из них пытается себя причислить к той или иной мировой религии. Но, тем не менее, мы должны понимать, что у них абсолютно, у этих людей, искаженное понятие о, в данном случае, об исламе. Их нельзя назвать людьми верующими, если они начали убивать других людей. Об этом можно спросить любого человека, кто хорошо разбирается в исламе, он вам это подтвердит. Поэтому я думаю, что никакого конфликта межконфессионального здесь быть не может, потому что это были простые бандиты, которые были ликвидированы непосредственно рядом с храмом. К сожалению, погибли и сотрудники полиции, и тех силовых структур, которые обезврежили этих преступников. Двое человек погибло, насколько я помню, они из Саратова. И, к сожалению, эта ситуация, она, конечно же, такой скорбью отозвалась в сердцах верующих людей, как православных, так и мусульман. Но, слава Богу, что мы научились слышать друг друга, мы научились разговаривать друг с другом. И, слава Богу, что никаких последствий негативных не было, и я надеюсь, что их никогда не будет. Потому что все-таки те люди, которые приходят в наш дом с оружием, их нельзя назвать людьми верующими. Это просто бандиты, которые пытаются прикрываться какими-либо религиозными мотивами в угоду своих собственных интересов. Ну и по информации, которая на некоторых ресурсах была, двое из оставшихся в живых охранников, которые охранили храм, они крестились после этого случая. Я не знаю, слышали вы об этом или нет. Я не слышал об этом, но я не исключаю такой возможности. Вообще, это вот как раз к разговору о том, что какие-то неординарные события, которые происходят в жизни, какие-то потрясения, они подталкивают человека к принятию решения, к обращению, может быть, в веру. Безусловно, момент встречи с Богом, он у каждого свой. Если человек до сих пор не крещен или крещен, но не является, скажем так, практикующим христианином, который все-таки участвует в жизни церкви, то, тем не менее, мы не должны этих людей осуждать. Мы не должны им какое-то ставить клеймо, потому что, повторюсь, что момент встречи с Богом у каждого свой. И для нас главное этот момент не пропустить. И тогда наша жизнь начнет развиваться совершенно по-другому сценарию. В данном случае так и получилось, что те охранники, которые охраняли мирных людей, пришедших в храм, они, пройдя через это испытание, поняли, что им необходимо стать членами православной церкви. Я не знаю, насколько это действительно так, но я думаю, что такой факт мог иметь место. И ничего в этом необычного, ничего в этом странного. Ничего в этом удивительного, я думаю, нет. Батюшка, у меня вопрос по поводу приближающегося лета, наступит который буквально через неделю. Я знаю, что Одинцовское благочение всегда очень внимательно относится к досугу детскому, к тому, как дети и с кем проводят свободное время, чему они учатся, или, может быть, чему не учатся, наоборот. Вот мне бы хотелось в связи с этим узнать, собирается ли благочение как-то летом организовывать детский досуг? Если да, то какие возможности есть, скажем, у обычного человека, который хочет, может быть, ребенка там, или приобщить к каким-то общим мероприятиям, которые проводятся для детей благочением, поучаствовать как-то в этом? Ну, несмотря даже на то, что в летний период большинство прихожан стремится на природу, куда-то отвезти ребенка к бабушке или куда-то, может быть, еще, тем не менее, большое количество детей остаются здесь, в городе. И у нас в благочении есть даже ответственный, который является членом епархиального отдела по туризму и детскому отдыху. И в рамках этого отдела, конечно же, благочиния организуют и поездки для детей и их родителей, организуются какие-то и однодневные, и многодневные, в том числе, походы или выходы куда-то. И, конечно же, это лето не будет исключением, и тоже будут организованы различные поездки для детей, которые смогут познакомиться и с историей нашего Подмосковья, и с историей Москвы. Но, к сожалению, в этом году есть определенные трудности, потому что проходит чемпионат мира, который вносит определенные ограничения на передвижение как по Московскому области, так и по городу Москве. Но, тем не менее, мы постараемся в рамках даже того, что возможно, сделать максимально для детей, которые захотят принять участие в этих поездках. А как проявиться, куда обратиться? Я так понимаю, что это для любого желающего, или это только для детей, скажем так, для своих? Нет. Для тех, кто посещает, может быть, школы. Это, конечно же, для любого абсолютно ребенка, но, безусловно, для того ребенка, который ходит в воскресную школу, для него это немного легче, потому что он уже знает тех ребят, с которыми он может поехать. Для ребенка, который просто пришел в храм, и его родители захотели, чтобы он куда-то поехал, возможно, есть некоторые сложности с тем, что он никого не знает. Адаптация, скажем так. Определенная социальная адаптация может быть. Тем более, если, скажем так, ребенок из невоцерковленной семьи, а дети, как правило, из воскресных школ, они уже несколько по-другому сориентированы по отношению к этой жизни, к тому, что происходит. Бывают разные случаи, даже когда ребенок и не ходит в воскресную школу, он, тем не менее, знает какие-то основы веры и является абсолютно человеком верующим. Бывают и другие случаи, когда ребенок, даже который ходит в школу воскресную, трудно иногда с ним бывает общаться, потому что он ходит из-под палки порой, потому что родители считают, что если они не справляются дома с ребенком, если привезти ее в воскресную школу, то это внесет некое исправление в его состояние. К сожалению, забывая о том, что все проблемы, как правило, ребенок черпает из той семейной ситуации, которая складывается между его родителями или между его родными и близкими. Но в такой ситуации, слава богу, дети попадают не так часто, Поэтому, конечно же, мы открыты абсолютно для всех. Можно обращаться или в ближайший храм, узнать у них о том, каким образом построена работа в летний период для детей. Можно обращаться в благочинение, где люди смогут получить более конкретную информацию. Повторюсь, определенные программы, по которым дети могут куда-то поехать, поехать, если родители выразят это желание, то, безусловно, она существует. И она будет в этом году также реализована. — Батюшка, ну вот лето — это такой достаточно спокойный период, скажем, затишье некоторое, по крайней мере, для нашего региона. Тем не менее, я уверен, что жизнь благочиния будет идти, и будет она достаточно насыщенной. Может быть, в нескольких словах о предстоящих этим летом, о празднике Петра и Павла, ну это, скажем так, праздник, который всегда бывает в один и тот же день, да, 12 июля. А может быть, еще какие-то события, о которых бы вы хотели напомнить нашим телезрителям? Ну и краткое такое в заключении передачи «Пастырское слово». — Ну вот одним из, наверное, ближайших событий, которые будут, это когда 1 июля в селе Знаменске будет также совершена божественная литургия архиерейским чином, потому что именно в этот день празднуется 80-летие священно-мученика, который окончил свое служение в Знаменском храме села Знаменское. Поэтому в этот день будет совершено там торжественное богослужение, приедет кто-то из векарных архиереев для того, чтобы это богослужение возглавить. Также, как мы уже с вами говорим о том, что праздник Петра и Павла, которому предшествует достаточно длительный в этом году пост. Ну и, конечно же, мы уже потом будем ждать таких праздников, как и медовый спас, яблочный спас, и там уже осенью для кого праздник Успения. Как правило, лето всегда очень пробегает быстро, мы его только, казалось бы, начинаем, и оно уже заканчивается. И тратим на мирские вещи в основном. К сожалению, да. Но у всех есть свои потребности, не все, к сожалению, умеют правильно выстраивать верные ориентиры своей жизни. Поэтому, наверное, самое главное пожелание сегодня нашим слушателям, это чтобы выстроить ориентиры своей жизни именно в той последовательности, в которой они принесут максимальную пользу духовному состоянию человека. Посмотрите, оглянуться, туда ли мы идем, туда ли мы спешим, и туда ли мы торопимся, потому что направление нашей деятельности, нашей жизни не всегда может быть верным. Спасибо огромное. Спасибо, батюшка, за то, что пришли сегодня к нам в студию. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи, об этом стоит узнать, был благочинный церквей Одинцовского округа Московской епархии, священник Игорь Нагайцев. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok